Горы мусора. Так можно охарактеризовать состояние торгового городка. Если пройти через рынок, то спокойствие нарушают лишь снующие повсюду голуби. Они здесь почти единственные постоянные обитатели, если не считать случайных прохожих. К нашему удивлению, посетив это место, мы обнаружили бригаду по уборке мусора Дирекции благоустройства города. Сотрудники нам рассказали, что машина вмещает в себя более четырех тонн. За день вывозят несколько таких машин. Ветки, бутылки, сухая трава и еще множество другого разнообразия уже покинули торговый городок. Но до прежнего благолепия очень далеко. Виктор Чамкин помнит местные пейзажи 30-летней давности. И ему есть с чем сравнивать. Когда-то давно мужчина гулял здесь с детьми и внуками. Приятное воспоминание. Это был такой культурный уголок. Работали все павильоны. Оживленно здесь было. Здесь гуляли люди. Потом ходили в лесопарк. Потом все это разрушилось. Величественные скульптуры, кломбы и целый ансамбль архитектурных сооружений. Торговый городок задумывался как место демонстрации народных достижений. Лет 30 назад здесь работал прекрасный фонтан, который служил оазисом для детей и взрослых жаркими летними днями. Фонтан был настоящей изюминкой торгового городка. Сейчас здесь стройными рядами лежат разве что кирпичи. Сейчас на зданиях, которые по праву являются памятниками советской архитектуры, растут деревья. А крыша служит пристанищем все для тех же птиц. Сейчас эти здания находятся в полуразрушенном состоянии. А ведь когда-то торговый городок был местным аналогом ВДНХ. Некоторые здания все же сохранились, но и они требуют серьезной реставрации. Мы обратились в администрацию города с вопросом, когда торговый городок обретет вторую жизнь. Вот что нам ответили. Цитата. «В последнее время управлением инвестиционной политики развития малого бизнеса и потребительского рынка проводилась работа по поиску потенциальных инвесторов для выработки комплексного решения развития торгового городка. Учитывая, что территория торгового городка является зоной подтопления, а также разрозненность расположенных на его территории зданий, решение, позволяющего сохранить уникальность торгового городка и устраивающего администрацию Рязани, не выбрано. В настоящее время работа по привлечению инвесторов для развития торгового городка продолжается». Конец цитаты. Пока администрация ищет решение, единственная уникальность, которую ежедневно наблюдают рязанцы – грязь, надписи на стенах и неприятные компании. По вечерам. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».